В студии Юля Рокотская. Здравствуйте! На территории всей нашей страны стартовала всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Рассказать о том, как будет проходить данное масштабное мероприятие, мы пригласили руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Наталью Георгиевну Баукову. Наталья Георгиевна, здравствуйте! Здравствуйте! Первый и, наверное, главный вопрос, который волнует всех и всегда. Для чего нужны переписи населения? Переписи населения – это единственный ресурс, который мы можем получить именно в ходе переписи населения. Да, много баз сейчас существуют, они различны, но все те базы, которые имеют персональные данные, они имеют очень узкую направленность и направлены для конкретной цели, для выплаты социальных пособий, для исчисления налогов, для выплаты ЖКХ, субсидий и так далее. У них узкая направленность и конкретно под эту цель создаются соответствующие базы персональных данных граждан. К сожалению, те вопросы, которые освещает всероссийская перепись населения, существуют только в переписном листе. Только здесь мы можем узнать, сколько нас, какие мы и чем мы живем, с кем мы живем, в какое наше домохозяйство, какое у нас образование, какой у нас источник средств существование наших семьи, нашего домохозяйства, наших детей. Получаем ли мы пенсию или мы зарабатываем, работая на предприятии. Ездим ли мы на свою работу и как далеко мы на нее ездим. Все эти вопросы нам позволяют дать переписной лист. А зачем же эта информация, казалось бы? Эта информация прежде всего необходима для планирования, для прогнозирования. Не только сколько нас будет жить через 10 лет, через 20, через 30 лет. Сколько нас здесь будет жить. Кроме этого, сколько мужчин, сколько женщин, сколько детей. Сколько детей в домохозяйстве, в семье. Сколько детей живут в полной семье с папой, с мамой. Или сколько детей живут только со старшими родственниками, с бабушками, дедушками. И какая поддержка требуется непосредственно семье и детям. Где нам лучше построить детские сады, где построить поликлиники. На эти вопросы может ответить и перепись населения. То есть я правильно понимаю, что проводят перепись населения орган статистики, статистический, который собирает данные, который считает людей количественно, в том числе. И потом эти данные сравниваются, наверное, как-то с предыдущими результатами переписи. И мы можем видеть, где есть прирост, где есть убыль, где в этом районе сосредоточено большое количество детей. Значит, здесь нужно построить садик. Так? Да, вы совершенно правы. Каждая перепись, она сравнивается. Это большой период. При этом мы всегда, получая итоги переписи, мы их сравниваем с нашими оперативными оценками. Росстат и Приморстат в том числе делает оценку численности населения на начало каждого года. Но это оперативные данные. По данным миграционной службы, сколько приехало, сколько уехало. И данные с органов регистрации сведения населения. Столько родилось и сколько у нас умерло. И от итогов переписи вот эти вот цифры прибавляются или отменяются. Но это оперативные данные. И население более активно сейчас стало переезжать. И не всегда она регистрирует свой переезд. И дети у нас рождаются в одном месте, живут в другом месте. Поэтому в перепись она фиксирует эту данную. Мы уточняем цифры расчетные, оперативные и пересчитываем эти данные от переписи до переписи. Так называемые межпереписные пересчеты. Мы их также будем производить после того, как получим полные итоги переписи. Перепись проводится раз в 10 лет. Да, это в соответствии с федеральным законом о переписи, о всероссийской переписи населения. В связи с этим законом перепись проходит один раз в 10 лет. Не реже одного раза в 10 лет. Мы обязаны провести эту перепись. Но те или иные условия жизни страны или населения диктуют свои коррективы. Именно поэтому перепись 2020 года будет проходить в октябре 2021 года. Это как с чемпионатом мира по футболу. Примерно та же самая история. Да, к сожалению, пандемия и ковид внесли свои коррективы и в футбол, и в жизнь, и в перепись. А символика 2020 года или 2021? Да, символика осталась 2020 года. Она зафиксирована, поэтому у нас символика, она обозначена на шарфах у переписчиков, на жилетах у переписчиков, у волонтеров. Написана всероссийская перепись населения 2020. И портал, который содержит всю информацию о том, как проходила подготовка к переписи, как она идет, это портал страна 2020, где можно узнать о переписи очень много. То есть пугаться того, что написано где-то у переписчика 2020, не стоит. Все в порядке. Да, все правильно. Так оно и должно быть. Это эмблемы, это подписи. Как вы знаете, мы готовились к 2020 году, и, соответственно, обеспечение и экипировка переписчика была разработана еще в 2019 году, и выпускалась она в 2020 году, и доставлялась она в 2020 году, но пользуемся мы ей в 2021 году. В чем особенности этого года? Ну, новой переписи, да? Новая перепись, она, с одной стороны, она традиционна, потому что практически весь переписной лист состоит где-то процентов на 90. Это те же вопросы, которые существовали в переписи 2010 года, но и несколько обновлено. То есть вышел закон об образовании, и теперь у нас образование, как вы знаете, трехступенчатое, бакалавриат, специалитет, магистратура. Эти изменения также внесены. Немного более расширен вопрос, какими языками владеет человек, и использует ли он их в своей повседневной жизни. Это тоже вопросы изучения демографии, социального, лингвистического даже характера, которые необходимы ученым, чтобы понимать население нашей страны, на каких языках разговаривают, и какими из ними пользуются. Выпускать ли учебники соответствующего языка, где их выпускать и сколько. Вот, наверное, для этого. Знаете, такой интересный вопрос. В переписи здесь, во Владивостоке, участвуют только зарегистрированные на территории Владивостока жители, или это приезжие в том числе? Их тоже как-то пересчитывают, регистрируют? Как это? Счет населения идет не по зарегистрированным, а по фактически проживающему населению. То есть то население, которое постоянно проживает здесь, во Владивостоке. Постоянно можно проживать и в своей квартире, которая вам принадлежит, и у вас оформлена прописка по этой квартире. Постоянно вы можете проживать в съемном жилье, если вы снимаете его на год и более. Также, если население, которое сюда приехало и проживает, или намеревается проживать в Владивостоке год и более, все это постоянное население. Население, которое приехало сюда временно, если это российские граждане, то они перепишутся там, где они постоянно живут. То есть о них сведения могут подать их родственники и близкие. Если же это иностранные граждане, то да, они подлежат переписи в том числе, но по короткому опроснику. Им задаются всего семь вопросов. Срок вашего здесь пребывания, цель вашей поездки, это работа, учеба или еще командировка, все что угодно может быть, посещение родственников. Поэтому мы учитываем как постоянное население, так и временное население. Временное население, которое приехало со сроком менее года. И это иностранные, как правило, граждане, потому что российские граждане проходят переписи по месту своего постоянного жительства. Ну то есть те, кто постоянно проживает на территории Владивостока, те, кто зарегистрирован, все категории граждан подлежат переписи. Если гражданин зарегистрирован на территории города Владивостока, но постоянно проживает, к примеру, в Хабаровском крае, в городе Хабаровске, то перепись он должен пройти в городе Хабаровске. Вот так. Да. Интересно. То есть данные статистики еще пока не обновились. Постоянно проживающих во Владивостоке сейчас сколько? На 1 января 2021 года оценка численности населения в целом по Приморскому краю составила 1 миллион 878 тысяч человек. По городу Владивостоку, точно не скажу, но это порядка 600 тысяч. 630 тысяч человек проживает в городском округе. Это город Владивосток, это наши островные территории, и это поселок Трудовое. То есть Владивосток, в принципе, долгое время своих позиций не сдает. По Приморью как-то показатель немножечко снизился. Я помню, что там было более 2 миллионов человек. Более 2 миллионов человек, да, у нас фиксировала перепись 2002 года. Кстати, могу подсказать, где это у нас было. Вот смотрите. В 89-м году на территории Приморского края проживало 2 миллиона 250 тысяч человек. В октябре 2002 года, по данным переписи, проживало у нас почти 2 миллиона человек. Там было 2 и буквально там вот чуть-чуть. И в 2010 году уже было менее 2 миллионов. Там, по-моему, 1 миллион 980 тысяч человек проживало в 2010-м. Это был тоже октябрь 2010 года. Перепись 2020 года, она проходит у нас с 15 октября по 14 ноября. Но при этом счет населения у нас на 1 октября. И те граждане, которые уже прошли перепись населения, в основном это те, кто переписался на портале государственных услуг, а таких у нас уже почти 50 тысяч, они обратили внимание, что вопросы переписного листа были относительно 1 октября 2021 года. Поэтому вот у кого день рождения было после 1 октября до 15-го, возможно, они видели, что им на год меньше. Но это все правильно, не надо было сомневаться, посчитано все правильно. Вот, кстати, о способах. В этом году они отличаются и от 2010 года, уж тем более от 2002. То есть это впервые можно переписаться в том числе, ну, скажем так, онлайн. Да, вы абсолютно правы. У нас существует в перепись 2021 года три способа участия в переписи. Если первый и второй способ – это традиционный, когда переписчик приходит к вам домой. И второй способ – когда вы можете сами прийти на стационарный участок. И третий способ – он действительно абсолютно новый. В перепись 2010 года его не было. То есть граждане могут пройти перепись самостоятельно на портале государственных услуг, воспользоваться государственной услугой, участие в переписи населения, подать сведения о себе и состав своего домашнего хозяйства, своей семьи, собственно говоря, и получить, соответственно, коды подтверждения и QR-коды на домашнее хозяйство. Поэтому, когда переписчик вам придет, он все-таки вам должен постучать в дом и спросить, прошли ли вы перепись, то вам достаточно сказать, что вы прошли перепись на госуслугах и показать QR-код или коды подтверждения. Переписчик их зафиксирует, QR-код должен считаться планшетом, потому что переписчики ходят с планшетами, а не с бумажными переписными листами. И коды подтверждения нам необходимы тогда, когда техника нас может немного подвести, и QR-код по тем или иным причинам не считается. Тогда переписчик перепишет коды подтверждения, которые присваиваются каждому переписанному лицу. Он их занесет также в планшет, эти номера, и домохозяйство будет переписано. И, соответственно, переписчик в это домохозяйство больше не придет. То есть я правильно понимаю, что на госуслуги мы заходим, переписываемся самостоятельно? Да. Кстати, куда надо зайти? Куда кликнуть? Что сделать? В госуслуге, смотрите, вы можете прийти на сайт госуслуг, зайти в личный кабинет. При этом у вас должна быть либо стандартная, либо подтвержденная учетная запись. На главной странице есть перепись. Там очень красивый такой баннер, там птички летающие такие интересные. Напишется на всероссийское перепись населения. Если у вас это мобильное приложение, вы также заходите в личный кабинет и по поиску находите всероссийское перепись населения. Отмечаете их, соответственно, и вам вопросник высвечивается. Нужно ответить на все вопросы. Есть выпадающий список. Из выпадающего списка необходимо выбрать адрес. Если он не предзаполнен, вы выбираете свой адрес, обозначаете это домашнее хозяйство, где проживаете вы и ваше домохозяйство. Также есть вопрос, сколько лиц проживает дома по этому адресу, сколько человек проживает. Вы, например, проставляете, если вы живете, ну, к примеру, это обычная семья, мама, папа и двое детей. Вы ставите 4 человека. Потом по каждому человеку задается вопрос, проживали ли вы постоянно по этому адресу на 1 октября, не проживали ли вы где-то в другом месте и так далее. Вы ставите соответствующие метки. После этого начинается опрос каждого лица. То есть на каждое лицо вам задается вопрос. Первому записанному ему предзаполняется первый записанный. Если второе лицо, то, соответственно, нужно поставить семейные отношения. Это муж, жена, дочь, сын и так далее. И остальные вопросы переписного листа, они все идут по порядку, их надо спокойненько заполнять. Если что-то в программе будет непонятно, там существуют подсказы. Там есть подсказы непосредственно, которые высвечиваются на экране, а есть, которые вы можете сами зайти. Там с знаком вопроса стоит, и на него можно кликнуть, и будет подсказ, что нужно сделать в этом вопросе, что имеется в виду и что вам нужно выбрать. Заполнить не проблема. Если есть у человека все-таки проблема в заполнении, или он не понимает, как он должен заполнить, он может обратиться на нашу горячую линию. Приморск Стат у нас номер сотовый есть, правда он платный, 8 925 588 1260, либо позвонить по обычному телефону 243 27 94. Вот эти два телефона, по которому вас могут проконсультировать. Эта информация также располагается на нашем сайте примстат.гкс.ру Заходя на наш сайт, вы сразу видите баннер «Всероссийская перепись населения. Узнать точнее». Нажимаете, и вам вся информация высвечивается, в том числе и телефоны горячей линии. Переписчики, их же не нужно звать, они сами приходят и к каждому. Да, переписчик должен обойти все свои домашние хозяйства. Но если у вас есть какие-то вопросы или проблемы по переписчику, или вы сомневаетесь, в принципе тоже можно позвонить на горячую линию и спросить, что за переписчик и так далее. Но отличительные черты переписчика есть только у переписчика. Это экипировка. Это прежде всего жилет со светроотражающими полосами, на котором написана «Всероссийская перепись населения». Это шарф синий с красным, на котором белым также написана «Всероссийская перепись населения 2020». Это планшет прежде всего. Ну и самое главное – это удостоверение переписчика, которое действительно при предъявлении паспорта. То есть, если человек сомневается, он просит показать удостоверение и паспорт. И переписчик должен это показать. То есть он показывает свое удостоверение и паспорт. Два документа, которые свидетельствуют о том, что это переписчик. Никто другой. А они, кстати, какое-то, наверное, специальное обучение какое-то проходили? Практики какие-то? Переписчики, да, должны были пройти обучение. У них было на это отведено 3 дня практически. 15, 16 и 17 октября проходили обучение переписчики. Их обучали контролеры. Контролеров до этого, соответственно, тоже обучали уже другие лица, уполномоченные и специалисты территориального органа. Это специальная программа обучения. Она достаточно объемная. Ну вот, если хотите, могу показать. Вот эта вот инструкция для переписи. Вот видите, о порядке проведения переписи, сбора данных, она достаточно объемная. Но так как переписчик работает с планшетом, то, соответственно, было еще и руководство пользователя. Она тоже достаточно толстая. Получиться пришлось. Да, поэтому нужно было почитать документы, нужно было прослушать то, чему обучали на обучении. И желательно, конечно же, прочитать все эти инструкции. Там даны понимания тех или иных вопросов. Ну, к примеру, образование же тоже возьмем. В свое время у нас было у всех 10-летнее образование. А до этого было и 8 лет, и 7 лет, и 11. Сейчас у нас 12-летнее образование и так далее. То есть в какой год, какое образование поставить, имеющийся у человека, вот в инструкции прописано уже точно. Там можно посмотреть, и это все написано. И понимание у переписчика тогда складывается, что в свое время было вот по-другому строилось образование, по-другому нужно считать, смотреть и так далее. А переписаться также можно, по-моему, с этого года в МФЦ. Туда приходим самостоятельно? Да, в МФЦ. Когда человек приходит в МФЦ, здесь есть два варианта. У нас 14 помещений в Приморском крае. Из них два во Владивостоке, где находится инструктор районного уровня. Ну, в любом случае, переписчик, можно сказать. Он также сидит в форме и с планшетом. К нему можно подойти, и этот человек вас перепишет. Но это только 14 человек, 14 мест, которые могут вас переписать. Во всех остальных МФЦ необходимо просто пройти к гостевому компьютеру. В каждом практически МФЦ есть компьютер со свободным доступом на выход в портал госуслуг. И тогда человеку необходимо пройти перепись на госуслугах, как бы он прошел у себя дома. Если у человека нет учетной записи на госуслуге, то здесь же, в МФЦ, он может получить эту услугу. И у него будет доступ и учетная запись на портале госуслуг. И он также может пройти перепись. Какое количество тогда задействовано человек? Это переписчики, волонтеры, все, кто занимается переписью всероссийской? В Приморском крае нас много, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, и не очень много. Переписчиков 3375 человек должно быть. При этом контролеров, которые контролируют их работу, 561 контролер. Вот это основной массив переписи. То есть это около 4000 человек, которые организуют и проводят перепись на территории Приморского края. Это получается, если во Владивостоке живет, условно говоря, 600 тысяч человек, 3000 переписчиков. То есть это одному переписчику нужно обработать 20 тысяч. Нет, 3000 это у нас Приморский край. А, Приморский край. А в городе еще меньше. Да, у переписчика есть средняя норма нагрузки, когда мы считали, когда мы составляли организационный план переписи, средняя норма нагрузки 550 человек. Но это средняя. Она может быть чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. То есть это вот средняя такая цифра. Теперь к самому интересному предлагаю перейти. Это вопросы. О чем нас спросят? Вот придет ко мне переписчик. Что он меня спросит? Спросят вас, как я и говорила, у нас некоторые вопросы, которые касаются, вот сколько вас проживает и так далее. Но это предварительно. То есть для того, чтобы понять, сколько других вопросников вам необходимо будет заполнить. Основной вопросник – это, конечно же, форма «Л». Она содержит 23 вопроса. Если на бумажном носителе, то это вот такой бланк. Он двухсторонний. Вот все вопросы здесь написаны. Мне кажется, я ЕГЭ сдавала на подобную бланку. Да, с чем-то, наверное, это похоже. Прежде всего, это родственные отношения, это пол, дата рождения, состояние в браке, вопросы к женщинам – это демографический показатель, сколько детей она родила и год рождения первого ребенка, место рождения, с какого года непрерывно человек проживает в этом населенном пункте. Потом вопросы проживания на другой территории. Если человек когда-то проживал не в Приморском крае, не родился, а приехал сюда. И это тоже есть вопросы. То есть когда он приехал в Россию или приехал в Приморский край, населенный пункт. Владение языками, как я уже сказала. Мы не только отвечаем, каким языком мы владеем, не только русским, но, например, у нас есть другие национальности, которые тоже владеют. Это узбеки, это киргизы, это украинцы, это белорусы, которые владеют не только русским языком, но и своим родным. Или, например, человек русский, у него родной русский язык, но при этом он изучает и хорошо знает английский, или французский, или еще какой-то. При этом он им владеет и им пользуется. Поэтому в переписном листе можно указать все те языки, которыми человек владеет. И, соответственно, указать, использует он их в повседневной жизни или нет. Или он этот языком владеет, но, например, использует его только на своей профессиональной основе. А в повседневной жизни он может его не использовать. Вопросы родного языка, гражданства, национальная принадлежность, образование. Человек получает ли образование в настоящее время? Это новый вопрос, его не было в 2010 году. А если я курсы прохожу какие-нибудь дополнительные? Здесь именно получение образования, которое повышает ваш уровень образования. То есть если вы учитесь и получаете средне-специальное, если вы получаете высшее образование одной из ступеней, либо вы учитесь в магистратуре, в аспирантуре, в докторантуре. То есть вот этот немножко уровень. А повышение курсов, да, это тоже хорошо. Это наша жизнь, она диктует нам новые условия, это наши новые требования к нашим профессиональным знаниям, умениям и навыкам. Болезненный вопрос и в 2010 году он был, и в настоящую перепись. Это укажите все имеющиеся у вас источники средств существования. Но мы не спрашиваем, сколько вы зарабатываете, какой ваш доход, размер дохода, уровень дохода. Нет, только источник. За счет чего вы живете? За счет того, что вы работаете, и у вас есть заработная плата. За счет того, что вы сами на себя работаете, в том числе самозанятые. Или у вас есть дача, у вас есть личное подсобное хозяйство, которое тоже помогает вам в обеспечении вашей жизни. Стипендия, пенсия, социальные пособия, льготы, выплаты, алименты, иждивения. Вот эти вопросы задаются. Просто укажите источник. Это для понимания того, вот население Приморского края, все-таки мы работаем, пенсию получаем, сколько у нас льготы получают, сколько у нас иждивенцев. Это очень важно для того, чтобы понять, какая категория в большей своей степени, возможно, нуждается в чем-то. Надо вот это понимать для планирования. Мне кажется, тут многие могут слукавить, зная современные реалии, скрытие доходов и все остальное. Да, к сожалению, я и говорю, это болезненный вопрос. Многие понимают, что если я укажу какой-то доход самозанятый, то я здесь буду платить налог. Хочу заверить, все эти данные обобщаются. Их нету. Если вы посмотрите на переписной лист, вот здесь вот нет ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни даже адреса. И вот именно эти данные будут в базе, в электронной базе. Поэтому не надо пугаться. Здесь нету ваших персональных данных. Это все будет обезличено. И при этом это не публикуется по каждому человеку. Публикуются только сводные итоги. Это надо понимать, это страхи, но эти страхи, они необоснованные. Многие говорят, вот потом меня кто-то найдет, мне там что-то придет и так далее. Не придет и никто не найдет. Никогда статистика свои данные никому не передавала. А если она и дает научным для работы, она дает только обезличенную базу. Обезличенную и, возможно, с потерей некоторых данных, которые так или иначе под сомнением. Если ученым нужно обследовать демографические показатели, например, состав семьи, то им дадут только вопросы, касающиеся состава семьи. Им не дадут вопросы источников существования. То есть для демографии, к примеру, по этому запросу научным работникам он сейчас не нужен. Они обозначают те вопросы и получают эти данные. Они их крутят, вертят, строят программы, строят прогнозы и так далее, делают какие-то оценки. Но персональных данных в этих баз нет и не будет. Этого нет. Претензию ни разу никто не предъявил Росстату в связи с тем, что этого просто не существует в природе. То есть конкретно написано о том, что Василий Васильевич какой-нибудь вскрыл доход и утаил там еще три гаража. Такого никогда не будет. Поэтому граждане могут совершенно правдиво на все отвечать и не бояться, что по итогам к ним предъявят какие-то претензии. Этого нет, не было и не будет. Замечательно. Поэтому это вот то, что касается каждого человека. Но кроме этого, у нас еще есть 10 вопросов, которые относительно жилого помещения. То есть понимать, в каком жилье, собственно говоря, люди живут. То есть это индивидуальный дом, отдельная квартира, коммунальная квартира, общежитие, гостиница или вообще что-то другое. Или это вообще бездомный. То есть вот эти вопросы, какой это дом? Кирпичный, панельный, когда он был построен, сколько у него есть видов благоустройства. То есть все ли это центральное водоснабжение, центральное отопление или же это личное? Это сейчас у нас распространены бойлеры отопления, телефонная связь. У нас уже сейчас нету телефонов, во многих отказываются от стационарных телефонов. Мобильная связь. То есть мобильный телефон можно указать. То есть это то новое, с чем мы живем. И надо понимать, с чем мы живем и как мы живем. И, конечно же, для того, чтобы понимать, все-таки мы живем в своем жилье или нет, не надо пугаться. У нас, да, есть два вопроса, которые мы задаем. Зарегистрированы ли вы в этом домашнем хозяйстве? Просто только понимать. Это вы зарегистрированы на нем? Или снимаете? Или снимаете? И все, собственно говоря. И есть вопрос, где вы зарегистрированы по месту жительства? Но нам не нужен адрес, где вы зарегистрированы. Мы просто изучаем. Вы в этом же пункте зарегистрированы, в населенном? То есть во Владивостоке? Или в соседнем? В другом населенном пункте, вообще в другом субъекте или вообще за рубежом. Собственно говоря, вот эти вопросы. Их не надо бояться. Да, они такие вот... Ну, сложно человеку. Порождают, порождают опасения определенные. Но их бояться не надо. Можно отвечать? Не можно, а даже нужно отвечать на все вопросы. Честно и правдиво. Это пользу принесет обществу прежде всего и нам непосредственно, как гражданам, живущим здесь, в Владивостоке, в Приморском крае. Ну, на самом деле это так. Ведь, смотрите, сегодня только Путин сказал, что... На днях. Сказал, что добавить... Рассмотреть возможность дать миллион рублей за третьего ребенка дальневосточника. Сейчас посчитаю, сколько у нас тут готово к третьему ребенку. А чтобы посчитать, нужно знать. Нужно знать, сколько женщин в этом возрасте. Возможно, у этих детей уже есть третьи дети. То есть будет ли этот третий ребенок? То есть если уже есть третий, то это значит надо стимулировать рождение не третьего ребенка, а четвертого ребенка. А ответить на этот вопрос может только перепись. Да, социальные службы тоже имеют какую-то информацию, но не всю. Они учитывают детей до 18 лет. Правильно? Тогда идут выплаты на второго ребенка, на первого ребенка. Да, спрашивают, сколько женщина родила, и там может быть и старше 18 лет. Но если рассматривать детей, как правило, до 18 лет рассматривают. Перепись же получает вот эти все итоги вместе. То есть мы можем по итогам переписи разложить, сколько у нас домашних хозяйств с одним ребенком, с двумя, с тремя, с четырьмя, с пятью и так далее. И для прогнозирования после 2010 года, собственно говоря, почему появились национальные проекты и программы, связанные именно с демографией, со стимулированием рождения второго ребенка, третьего. Сейчас вот уже стимулирование первого ребенка у нас есть программы. Это именно показало перепись второго и десятого года, что тогда было уменьшение рождаемости. Был провал. Был провал в возрастной категории. 90-е годы самые низкие по уровню рождаемости. Было очень мало детей. Плюс 20 лет. Это получается у нас как раз таки 10-й год. Они входили в свой детородный возраст, фертильный возраст, когда женщина входит и может рожать. И мы понимали, что если мало мам, то будет и мало детей. Именно после 2010 года и родились все программы поддержки по деторождению, по рождению вторых, третьих детей. Последний вопрос тогда. Когда ждать итогов чего-то нового, когда мы услышим и узнаем? Ну, самые-самые первые итоги, предварительные, они будут опубликованы в апреле 2022 года. Окончательные итоги, я очень надеюсь, и мы очень ждем, мы их получим в конце 2022 года. Ну, тогда держите нас в курсе первых. Восьмой канал нам будет приятно услышать, что же происходит в нашем Приморском крае. Как только мы подведем любые итоги, мы обязательно их опубликуем и громко об этом скажем всем каналам, телевидение, радио. Опубликуем на нашем сайте. Поэтому тоже заходите, смотрите, все там будет. Спасибо, Наталья Георгиевна. Ну что ж, слушателям нашим и зрителям желаем честно отвечать на вопросы. Да, не надо бояться, не надо пугаться. Ничего плохого переписчик никому не сделает и лишнего не спросит. А кто сомневается, может посмотреть в планшет. Только аккуратно и не очень близко. Это все-таки социальная дистанция в полтора метра. Ее необходимо соблюдать. Переписчики должны быть обязательно в масках. Я напоминаю, сегодня мы говорили о стартовавшей всероссийской переписи населения. В гостях у нас была руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю Наталья Георгиевна Баукова. В студии работала Юлия Рокотская. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова